Уходящий 2023 год для небольшой станицы Убинска и в Азовском сельском поселении стал довольно удачным. В самом разгаре реализация проекта строительства магистрального водовода. В станице нет водопровода, а жарким летом колодцы местных жителей и вовсе пересыхают. Магистральный водовод обеспечит Убинску сетевой водой. Населенный пункт считается газифицированным, но газ есть не везде. В здании Дома культуры его завели около года назад, а вот местный ФАП до сих пор отапливается дровами. На одном из личных приемов глава района Андрей Дорошевский сообщил, что до конца года ситуация изменится и фельдшерско-акушерский пункт в скором времени подключат к системе газоснабжения. Фельдшер Татьяна Николаевна Сазонова работает здесь уже 10 лет. Для местных она как член семьи, к которому за помощью можно обратиться в любое время дня и ночи. С удовольствием показывает новые радиаторы и газовый котел. Все готово, осталось дождаться подписания документации. А пока в ожидании подключения газа каждый день она приходит в 7 утра, чтобы растопить печь и приготовиться к приему первых пациентов. С одной стороны, сельская романтика, но жутко неудобно. Все старую мебель и оборудование поменяли. На пол постелили новый линолеум. Стало красивее и удобнее. А вот воду Татьяна Николаевна носит сюда в бутылях. Но такая необходимость в скором времени тоже исчезнет. Водопроводные трубы к ФАПу уже проложили. Правда, после монтажных работ осела земля, и попасть в здание пожилым пациентам теперь удается с трудом. Обещали исправить. Уже скоро полейница дров на заднем дворе станет просто живописным антуражем. А старенький ФАП под тенью многолетних сосен станет комфортнее и для пациентов, и для врачей.